МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И с заместителем главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антоном Шеломенцевым. Здравствуйте, Антон Андреевич. А как вы сами оцениваете состояние барнаульских дорог после зимы? Потому что вы сами наверняка ездите, ну и к тому же тоже, наверное, ходите, смотрите. Оценка общая – это удовлетворительно. Вообще оценивая дороги, надо сказать, что у нас порядка 1300 километров дорог в городе. Это и сельские дороги, частный сектор и основная опорная сеть. Вот этой опорной сети у нас 660 километров. То есть дорог с твердым покрытием, их 660 километров. И в первую очередь оценку, естественно, мы даем этим дорогам, как они пережили зиму. И можно сказать, что зима – это больший урон принесла асфальтовому покрытию. Переходы между нулем, плюс, минус, замерзание и так далее, то есть привели к локальным разрушениям покрытия. Это видно, то есть по отношению к прошлому году. Но меры по аварийной ямочности позволяют нас уже к дорожному сезону на этот период весенний пройти спокойно. Но в целом, то есть достаточно нормально дороги у нас перенесли зиму? Удовлетворительно. Удовлетворительно. Знаю, что сейчас идет обследование дорог, которые находятся на гарантии. Кто и как проводит это обследование и по каким параметрам оценивают дороги? У нас получается комплекс целого весеннего мониторинга состояния дорог. Это вообще ежегодно проходит? Ежегодно. Это наша, скажем так, обязанность. То есть в первую очередь мы смотрим дороги в планах формирования текущего ремонта. Те объекты, которые у нас не на гарантии, те объекты, которые не вошли в программу безопасной и качественной дороги. Такие тоже смотрите, не только те, которые по гарантии, да? Вообще смотрим, все дороги объезжаем, всю опорную сеть мы смотрим на... 600 вот эти вот километров. 160 километров. Мы смотрим на предмет как раз их состояния, для того, чтобы, исходя из оценки, потом на комиссии сформировать план текущего ремонта. То есть это то, чем занимается у нас МБО «Автодоростроя» в рамках содержания. Другая комиссия уже идет по гарантийным дорогам и осматривает те 270, ну ранее 270 километров. Время, к сожалению, идет. У нас на гарантии на сегодня находится 140 километров. Обычно 5 лет гарантия? Ну, на разные конструктивные элементы по-разному. То есть верхний слой покрытия, ну, всех интересует в основном, да, покрытие проезжей части, верхний слой, это 4 года. То есть это нормировано, установлено, ну, с соответствующими документами, поэтому 10 лет гарантии сейчас мы неправомерно будем ставить на дорогу. То есть сейчас две комиссии работают? Две комиссии. Первая комиссия работу свою завершила, план текущего ремонта сформирован. Сейчас ждем погодных условий для того, чтобы приступить уже к работам по содержанию. Ну, это мы попозже чуть-чуть поговорим. А вот что касается тех дорог, которые на гарантии, все еще комиссия обследует, да? Обследование происходит. Более того, подрядчики, у нас всего 7 подрядчиков, ну, исторически так сложилось, в городе, которые участвовали в проекте безопасно-качественной дороги. Уже ряд приступили к устранению, там, локальных повреждений. И вообще задача общая стоит, все те дороги, которые у нас на гарантии, к 1 июня все дефекты устранить. По каким параметрам оценивают и какие дефекты прежде всего определяют? Да. Визуальный осмотр, то есть он позволяет определить ямочность, просадки колодцев, сколы бордюрных камней, там, ну, такие нарушения, которые мешают дорожному движению. Ну, в том числе осматривают дорожные знаки установленные, остановочные павильоны. То есть если там дефекты есть, то, соответственно, там также они восстанавливаются. Угу. А кто восстанавливает? То есть, получается, подрядчики, да, которые раньше занимались демонтом дорог? Да, в рамках гарантии, да, совершенно верно, в рамках гарантии они обязаны восстановить те дефекты, которые комиссионно будут выявлены. Угу. А какие дороги уже обследовали, на каких вот по гарантии уже сейчас там вот эти недочеты устраняют? Ну, у нас один из первых объектов, где в рамках гарантийных обязательств вышли подрядчики, это был проспект Ленина. Такие наиболее крупные дефекты вокруг колодцев, то есть с применением холодного асфальтобетона устраняли. Это улица Аванесова, Зминогорский тракт. То есть первично вот зашли на эти объекты. Угу. Именно с применением горячего асфальтобетона, пока погода не позволяет зайти, еще рановато, у нас заводы не запущены. Мы вот ожидаем потепления где-то к 18-му, 20-му апреля, после чего уже массово зайдут подрядчики на как бы устранение дефектов. То есть Ленинский, Зминогорский, но это пока все. Аванесова, да. Аванесова. Это вот то, что нам, скажем так, наиболее загруженные дороги и где есть дефекты мешающему движению. То есть мы здесь с подрядчиками как бы даже заранее зашли для того, чтобы обеспечить безопасность движения. А все остальные до 1 июня, вот эти, которые по гарантии? Да, до 1 июня. Сколько вообще средств в общей сложности по всем программам направят в этом году на ремонт и содержание дорог Барнаула? Это вот больше, меньше, чем в прошлом году? Мы остались в целом на уровне прошлого года. Если говорить по бюджетам, то порядка 2 миллиарда 300 миллионов в целом направлено на дорожную отрасль. Это и содержание дорог, то есть зимняя уборка, летнее содержание. Это текущий ремонт, это проект безопасной, качественной дороги. Здесь, кстати, значительную и ощутимую поддержку оказывает правительство. То есть 700 миллионов выделяется на столицу Алтайского края, то есть это по решению губернатора. Потом здесь большая-большая нам помощь в реализации проекта. Ну и плюс целый миллиард к этой сумме дает завершение путепровода на проспекты Ленина. То есть, если говорить именно отбрасывая мостовые сооружения... Путипровод мы, если отбросим, да, это все-таки отдельно? Да, отбросим, то это порядка миллиарда 800. Это сравнимая с прошлым годом сумма или она больше? На уровне. На уровне. На том же уровне больше там не дают пока или достаточно? В том году мы участвовали в том числе в реализации федеральных проектов, как жилье, городская среда, индивидуальная программа развития Алтайского края. Они построили дороги, все, проект закончился. Там порядка 500 миллионов было, да? А именно в рамках тех средств, которые направлены на ремонт, капитальный ремонт, они остались на уровне. Когда можно говорить, что приступят к основному ремонту дорог? Потому что, ну да, мы холодным асфальтом уже начинали, по-моему, даже в марте, да, начинали ремонтировать. И сколько улиц в этом году планируется обновить капитально? И какие это дороги? Наверняка список составлен, я уже сказала в самом начале. Список составлен, более того, у нас уже определяются первые подрядчики. Уже, да? Да, уже определяются первые подрядчики. До 20 апреля все подрядчики по главному нашему проекту «Безопасные и качественные дороги» определяются все игроки. В этом проекте у нас 13 дорог. Это завершение строительства улицы 65 лет Победы. Я основные назову. Участок между Семеново и Павловским трактом. Это вообще география очень по городу обширная. Это улица Радужная, проспект Космонавтов, улица Водозаборная, Интернациональная. То есть во всех, во всех районах мы выполняем работы. Еще раз, всего 13 объектов в рамках БКД, 29 километров. К работам мы приступим, ну я думаю, уже в конце апреля. Здесь все-таки первичные, это погодные условия. Нам необходимо, чтобы установилось плюс 5 и днем, и ночью. Ну и, соответственно, чтобы снег везде растаял. Как мы видим, еще в теневых зонах лед, снег еще до конца не сошел. Ну по центру города все сухо, а вот где-то вот ближе к периферии, конечно, очень много снега. Получается, это не только дороги где-то там, что называется, на периферии. Ну вот интернациональные вы назвали, да? То есть несколько дорог, которые в центре. Я просто считала, что у нас в центре уже практически все дороги обновлены. Ну вот поперечные улицы есть, которые еще требуют внимания. Это улица интернациональная. Например, там в Ленинском районе небольшие участки, это улица Островска, улица Гущина. То есть там, где мы их в рамках текущего ремонта поддерживали, но некоторые участки остались, которые требуют уже капитального ремонта, где будут производиться восстановления тротуаров, устройства парковок, замена полностью покрытия. Помимо БКД мы в этом году также продолжаем реализовывать и иные свои проекты дорожные. То есть поддержка местных инициатив очень себя зарекомендовала хорошо, где люди сами участвуют в возможности. Там совсем небольшая доля софинансирования, и в рамках конкурсного отбора они попадают в программу. И, ну, как правило, это частный сектор, там тоже работы по асфальтированию выполняются. А 29 километров это немало? Мне казалось, раньше больше ремонтировали. Или это тоже такая стандартная история? Ну, смотрите, мы вообще национальный проект... Это вот по БКД 29 километров, да, потому что следующий вопрос у меня был как раз по планам ремонта дорог по БКД, но это мы уже сказали, да, по сути? Поговорили, да. То есть 29 километров это та, скажем так, требуемая от Барнолла цифра, которая должна к 2024 году, то есть в этом году 29 и в 2024 еще порядка 20 километров. И как бы национальный проект, который был расписан с 2017 по 2024 год, будет завершаться. Это грустно вообще? Это нормально. Наша цель была привести 85% нормативное состояние дорог, которая вот та опорная сеть, про которую мы говорим, те 652 километра. И, ну, к этой цели мы идем и ее достигаем. Дальнейшая наша задача — поддерживать эти дороги уже в нормативном состоянии, в рамках содержания. После 2024 года, получается, да? Ну, а вот те 15%, которые остаются, вот 85 мы выполнили, мы своими силами сможем, да, сделать? Это будет текущая работа по приведению просто нормативного состояния. Или, может быть, вообще какой-то новый проект появится? Вполне же возможно, да? Ведутся разговоры о том, что будет, в принципе, может быть, в рамках иной мер поддержки дорожной отрасли уделяться это внимание. А что можно сказать о ремонте сельских и межпоселковых направлений? Ну, такие дороги же тоже, да, у нас ремонтируют, не только что в городе. Это какая-то отдельная программа или... Это городская, чисто программа, мы с 2011 года ее реализуем, и она, на самом деле, имеет такой наибольший отклик среди населения, ну, естественно, которые живут в частном секторе и в поселках. Ну, потому что, мне кажется, больше всего нареканий в последнее время как раз на такие дороги. Да, в большей степени потому, что там нет асфальтового покрытия, они грунтовые, ну, по сути, и возможность участия в этой программе позволяет привести их в нормальное состояние, жить спокойно, без пыли, в безопасности, скажем, не марать ноги, хотя каждое утро на работу. Очень большой объем сделан с 2011 года в этом году. Небольшой? Очень большой объем, конечно, более 500 тысяч квадратных метров. То есть заявочная кампания у нас идет в течение года, администрации районов собирают заявки от жителей, формируют план, и мы его реализуем. Порядка 50 миллионов, ну, можно говорить о том, что это будет около 20 объектов. Сейчас вот как раз осмечиваются те дороги, которые в план попали. Ну, эта программа и будет в дальнейшем реализовываться за счет бюджета города. А какие средства на нее тратятся? Вот, ну, это 20 дорог в этом году, да? В этом году, то есть, если ранее мы порядка 30 миллионов тратили, в прошлом году это порядка 40, на этот год 50 миллионов запланировано. Ну, это, наверное, если учитывать, что там материалы стали подороже, это как бы, собственно, практически та же сумма, да? Инфляция играет свою роль здесь, но по объемам небольшое увеличение есть. А вот если мы говорим, где эти дороги будут ремонтироваться, это пока еще неизвестно? В каких поселках? Известно, это в каждом районе города, это в Центральном, это Лебяжье, в Ленинском. Ну, долго перечислять, ну, 20 улиц. Мы в скором времени закончим их осмечивание и выстоим на торги. И, соответственно, ну, то есть, по сути, люди-то, которые заявлялись, уже понимают, что они попали, потому что есть обратная связь с администрациями районов и обозначены те улицы, которые вошли в этот план. Получается, что с конца апреля начнутся работы уже горячим асфальтом, да? Да. То есть вы заводы уже запустите к тому времени, и будет это длиться до ноября или до октября, до конца, как обычно, сезон ремонта? Смотрите, именно ремонт мы завершаем к 1 октября. То есть зависит от тех объемов, которые у нас предусмотрены. Как правило, это 1 октября. Те работы, которые в рамках строительства дорог выполняются, но они могут вплоть до 1 ноября быть растянуты. Ну, это связано с тем, что, условно, там зеленые насаждения высаживаются у нас уже в период окончания сокодвижения, когда температуры понижены. Поэтому эти работы могут уходить на ноябрь. Основные работы, связанные с горячим асфальтобетоном, это 1 октября. Если нам позволяет погода работать дальше, и мы можем сделать определенный задел на следующий год, никто здесь нас не сдерживает. А вот если еще раз вспомнить эти дороги, которые по гарантии, в рамках качественных и безопасных дорог, какие, можно сказать, прям выдержали, а какие все-таки после зимы не очень хорошо выглядят? Тут все очень просто. Те, что были отремонтированы в период, там, 18-го года, да, по истечению уже тех, там, 3-х лет, 4-х лет, они, соответственно, где-то имеют больше дефектов. Здесь есть еще такой фактор, и он в этом году сказался, как наличие централизованного водоотведения. То есть по тем дорогам, где, условно, тающие, то есть... Бежит вода. Бежит вода, да, она ночью замерзает. Там можно наблюдать большее количество разрушений. Это где-то вот, наверное, в нагорной части города, наверное, да, такие есть дороги? В том числе. Понятно. Ну, то есть с апреля мы приступаем, и уже вот эти все дороги, 13 в рамках БКД, 20 это межпоселковые, ну и все, да, пожалуй? К ремонту сельских дорог мы приступим, скорее всего, в июне. Нужны временно конкурсные процедуры по безопасным, качественным дорогам. Тоже на все 13 дней мы не зайдем, то есть сформирован график. Постепенно. И, соответственно, с графиком будем, как бы, осуществлять работу для того, чтобы, ну, не остановить движение в городе, для того, чтобы, как бы, комфортно создать условия для пользователей дорожной сети. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Антоном Шламенцевым, заместителем главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.